В главах Толы говорится «атумат царат», то, что неверно переводят на русский язык как слово «проказа», мы это вообще не переводим, там в книге в Икру есть несколько видов, есть царат «Батым», царат «Домов», царат «Одежды» и царат, который касается человеческого дела. Есть люди, которые, как известно, царат приходят за определенные грехи. Словоязычие, высокомерие и перечень. Наши мудрецы говорят так, что есть люди, у которых достаточно предупреждение, когда у них появляются пятна на стенах домов, даже потом этих... Другим этого не хватает, этого мало. Они начинают думать, вот человек, когда дом уже разрушается, есть там еще одежда и так далее. А если есть, то необходимо стать, например, муцурам мухлот, цельным муцурам, который уже нет пути очищения, пока он не излечится. Может продолжаться и двадцать, и тридцать, и сорок лет. Тогда он начинает делать чего? Есть у человека такое качество. Оно, конечно, иногда, в некоторой мере оно нужно, но слишком много, то оно плохо. То, что человека вроде бы лично не касается, мы умеем отмахиваться от окружающих событий, то, что нас лично не касается. Однако, великим достоинством великих лицов и праведников Тора было всегда, что они принимали близко к сердцу все беды нашего народа. Есть известная история, как Рав Испонович Шлома Каннеман стал учеником Хавицхаева. Очень такая важная история. Он, уже будучи человеком взрослым, он заехал в Радин, не помню сейчас почему, получить проход в Хавицхаеве, просто увидеть его, не скидывать вопросов. И он пришел в дом Хавицхаева, в Радин. Его впустили и сказали подождать. А в Каннем он видел вообще такую противоречивую обстановку. Из комнаты Хавицхаева раздавались плачьи и стоны. А вокруг все были совершенно спокойны, домочадцы были совершенно спокойны. Понимаете, что происходит? Понимаете, что происходит, почему так сказали? Хавицхаеву рассказали, что есть женщина, которая из тяжелой роды, поэтому он молится о ней, он молится о ней. После того, как он, афганом, он видел, как Хавицхаев прямо близко к сердцу. Тяжелой роды, думаешь, даже незаконная женщина вообще. Он сказал, что должен даже стать его учеником. Ну, приду сказать еще подобную историю, когда, это было уже скоро 18 лет тому назад, от нас ушли трагический Рапинкус, его супруга, его дочь в тяжелейшей автокатастрофе. То один из сыновей Рапинкусов, в одном месте, где он говорил из Пет, он говорил немножко о своей маме тоже, не только о папе. Говорит, что абонент Рапинкус, она молилась три молитвы в день, как всегда, не смотря все занятости и все прочее. И всегда она молилась, все три молитвы со слезами, слезами. И вот этот самый сын, который, Андрей Гавринский, он сказал, «Мама, что ты постоянно плачешь в револитве?» А мы ему ответили, сколько у людей есть цурис, сколько есть страданий, сколько бед, как можно иначе. Это уровень, к которому мы далеки. Поэтому иногда, чтобы мы пробудились, нам надо, чтобы что-то коснулось нас, больше или меньше. Говорят наши мудрецы, когда в мире происходят всякие тяжелые происшествия, как, допустим, цунами, землетрясения, когда все еще посылают это в мир, чтобы пробудить народа Израиля к человеку. Вот, есть люди, которым этого хватает, хватает землетрясения в Турции или цунами в Индонезии. Что делать, чего? Однако, скажем так, не всем этого хватает. Всем этого хватает. Я помню, вчера произошло очень тяжелое событие в Ротис-Ройле. Перевернулся автобус, там погибла одна девушка, одна младая женщина с матью с матью с младенцем. Первый год мы все были, первый день мы все были в таком состоянии боли, десятки раненых. Потом как-то уже, вроде бы, не касается. Но сегодня я узнаю, что там девушка, женщина погибла, она внучка наших хороших знакомых. Есть такая известная семья Мендерсона, Роман Тадоффе, может, вы знаете их. Да, да. Но его внучка. Да. И тут опять началась боль. Опять началась боль. И почему? А до этого мы не знали, что там есть муж, родители, может, бабушка и дедушка, молодая женщина, 23-24 года. Это то, что мы говорим. Иногда происходит, все еще посылает, не дай Бог, беду так, чтобы она коснулась многих людей. Это большое искупление грехов, это же напоминание, напоминание, чтобы все даже делать чего. Напомню одно событие, которое, конечно, помните, но не уверен, что все помнят это. Это было событие 15,5 лет тому назад, когда террористы взорвали автобус номер два в Иерусалиме. Возле Звила, на улице Шмаринови. Это автобус, который из редакционных районов въедет в Хоккорту и обратно. Вот тяжелейший теракт. Погибло 22 человека, по-моему, там. И то, что я помню с тех времен, это не были люди из Иерусалима, в основном. Это были евреи, хорошие евреи. Я знаю людей, которые там погибли. С разных концов странноидной брака, из Натании, оттуда, отсюда. Всевышний их привел, так сказать, в это место. Это было большим искуплением для всего народа Израиля. Это было последнее тяжелое событие этой индифаты. Вопрос такой, я вам скажу, это вещь очень четкая, ясная. Всевышний правит миром и через всевозможные события Всевышний с нами говорит. Вопрос, о чем он говорит. Давайте вещи просто поймем четко. Когда мы говорим, что Всевышний с нами говорит, говорит с теми, кто может об этом вещах задуматься и понять. Всевышний не говорит с людьми, которые не услышат. То есть Всевышний говорит, ты скажешь им так, чтобы он услышал. Но какое-то такое событие, которое коснулось в основном. Это общину Гней Тора в основном. Я не знаю детали. Тогда было на автобусе раненых. Там было 40 с чем-то раненых. Слава Богу, там было много чудес. И слава Богу, сегодня то, что я видел, что уже все тяжелые, все раненые, вышли из состояния тяжелых раненых стали уже средними, практически все уже выписаны из больниц. Это большое чудо. Я помню, когда один раз перевернулся автобус, и был теракт. Просто террорист свел автобус под обочину, под откос, это было. 28 тому назад, там появился автобус сгорелся, там погибло 20 человек. Сейчас мы, слава Богу, расстроились, что ничего не загорелось. Это тоже было большое чудо. Однако, это был тяжелейший удар. Большого вместо Торы, город Матинолит, все, кто как-то связаны. И вот, конечно, это касается всех нас тоже. Вопрос, какие выводы, чему-то нас нужно научить. Какие выводы для себя сделать. Я уже говорил об этих вещах. Мы слышали от трех великих блеставторов Израиля. Три подхода к этим вещам. И одно другое не исключает. И каждый видит то, что он видит. И я хочу коснуться этих вещей еще раз. Абхайм Хриев сказал об этом, о необходимости усиления, усиления изучения Торы. Что есть вещи, которые, скажем так, при всех разговорах об этом, при всех, так сказать, то, что мы учимся. Истинные отношения, которые, понимая истинную важность того, что значит изучение Торы, поддержка изучения Торы, как важно помочь, чтобы еще один обрех учился, как важно этому обреху учиться непрерывно, а не отвлекаться на какие-то вещи. Это, к сожалению, и сегодня является уделом не очень многих, скажем так. Поэтому, если мы говорим, например, о понятии бетул Тора, предбежения Торы, то давайте коснемся одного спектра, который касается всех нас. Всех нас. Это включить себя к непрерывной учебе, не прерываясь. Не прерываясь. Есть еще такое интересное замечание Равильершиева. Вообще, его увеличило в том, что он не прерывался. Он забирался в Сен-Гоги, где он учился, и вот туда невозможно было, и как на него достучаться. Когда кто-то рассказать пытался его привязать в середине учебы, он рассказал следующую вещь. В середине ночи он тоже меня будил об этом вопросу. В середине ночи. Почему часто не мешает в середине? Это, ну, я бы сказал такую вещь. Человек сидит, завтракает, обедает или ужинает. Кто-то ему, кто-то сочит ему в дом, в дверь. Он просит показать, что он сейчас в середине еды. Если ему то же самое произойдет, когда он будет учиться, он может прерваться спокойно. Это не так важно, как еда. Это просто пример. Пример. Нет, еда нужно прерваться. Если видите, какая-то заповедь, которая невозможна исполнить другими, то надо прерваться. Вопрос просто в отношении. Есть такие слова, что человек не доставит этого, пока он себя не умерщвляет ради нее. Что такое умерщвляет? Даже он умереет? Нет. Он до всего мира как будто бы он мертв. Он ни на что не реагирует. Такое понятие. Что учеба была постоянной. То есть, что человек, во время, когда он учится, он ни на что не отвлекается, а то есть опекуах не пишет, какая-то запись невозможна исполнить. Это очень важная вещь, что у человека были времена, которая не была одна хеврута. Он был в прошлом нерелигиозным бизнесменом. Сделал так, чего. Стал аврехом. Отдал свой бизнес управляющим по какие-то большие проценты. Он рассказал какую-то историю. Его основной бизнес – это обработка алмазов. Еврейская такая. Бизнес и в Израиле, и за границей. Он рассказал, что в этом бизнесе огромное количество людей – это соблюдающие евреи. И здесь, и в Бельгии. Он рассказал, как-то на него еще он был нерелигиозным. Его впечатление – одна его деловая встреча. С одним бизнесменом в Бельгии. У них была ночная встреча, не помню точно, я помню, на 11 утра. Он пришел немножко раньше, до полчаса. Его попросили подожать в прихожей. Еще время не нашло. Ну, думаю, что есть дела у него, есть там другие. Бизнесмен – это не… Ровно в 11 открывается дверь, его выпускает. А тут никто не выходит. Вроде бы хозяин. Ничем не занимался до этого. Спросил, а почему не было мне опять раньше? А это время, когда я учусь. Он каждое утро учился до 11. Нет. Знаете, в этих вещах надо всем нам, есть там, как себя улучшать. Также надо приучиться еще одной вещи, которой нам тоже нелегко научиться не прерывать того, кто учится в середине. Это тоже проблема. Есть ситуации, когда трудно, если человек всегда учится. Есть проблема. Но тут тоже можно найти момент, когда… Я скажу честно, мне это трудно. Нам не надо поговорить с кем-то врахим в кололе. Даже какие-то стипендии раздать и что-то подобное. Мне нелегко работать над собой, научиться не мешать им в середине. Не мешать. Дождаться, когда будет перерыв, дождаться, когда будут, они все время встанут от учебы, выйти, допустим, до чего-то из бета-медраша. Вы понимаете, в этом есть очень важная вещь. Вы понимаете, бетуль-тура, оно включает в себя два аспекта. Один аспект – это не учебу. Это один аспект. Есть еще более тяжелый аспект у бетуль-тура – это пренебрежение Торы. Человек не относится к Торе с должным уважением. То, что важно, он бы не прерывался в середине. Это то, что касается всех нас. Пусть, допустим, это становится, конечно, еще больше. Это более еще важно для тех, кто не учится много. Допустим, не много. То есть, вдруг человек работает, у него есть бизнес. Он, допустим, работает 8-9 часов в день, и он выкроивает до учебы час или два. Надо, чтобы час или два были непрерывными. 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 Кто на таком уровне. Я знаю хорошо одного Абреха, который даже в первый год после свадьбы не было. Он связывался со своими учителями. Это не то, как могут жить большая часть людей, но для единиц. И, конечно, в соответствии с достоинствами его жены это подходило. Он учился в Коллине, а вечером тоже учился два часа. Первый год. Как учился два часа? Дома. Дома. Николай не уходил. Но был договорен с женой. Два часа она с ними разговаривает. Тем более никаких телефонов, ничего. Два часа он все дома учится. Непрерывно. Давайте еще просто поймем. Это не поведение для большинства числа даже на Итойру. Это не я. Но я, короче, просто некоторый пример. Что такое должное отношение к Торе? Да, нужно наоборот. Надо пойти домой и сказать жене, я сейчас хочу сейчас учиться. Ты что нужно? Я готов с тобой разговаривать. Если я буду учиться, то если учиться, то если тебе нужно, то вы можете обращаться. Знаете, шлом байет – это тоже большая мецва, и для этого надо отвлекаться тоже. И шлом байет. Дело сейчас не… Не беру сейчас практически в указаниях. Сейчас говорят об отношении к вещам. Это некоторое объяснение того, как нас касается темы битультура. Есть, когда рассказали об этом, об Гершу Эдельштейну, в общем-то, нового поколения Гершу Эдельштейну, он коснулся другой темы. Коснулся темы отношений между людьми и отношений, в частности, темы злословия, потому что человек думает плохо о других людях. Это, действительно, это тоже очень страшный обвинитель, когда мы… Знаете, в этом смысле в Гершу – Бог силы и здоровья, он взял на себя бремя право уходить по поколениям в 95 лет, и так просто. Слава Богу, он в полном душевном, в сектуальном здравии, в физическом. Ой, душевный Тор. Всевышний дает силы, мудает сам Тор. Но… Я помню просто о том, как… О чем он говорил, в частности, в последней придуманной кампании. Не говорить плохо ни о ком и не думать плохо ни о ком. Не думать. То есть говорить – это легче. Но не думать гораздо тяжелее. Если учиться не думать, тогда легче не говорить. И мне сказал один из моих друзей, что ему подобает такие вещи сказать. Потому что он был в ситуации, когда в рамках его должности у него было много людей, которые ему противостояли. Многих-многих лет и сейчас тоже. То есть он говорит – вещи, которые он сам на себе пережил, и поэтому могут и говорить другим тоже. Объясню. Реально эти… Осутствие мира в народе Израиля – это причина многих-многих катастроф. Единственное, что без причины ненависти была причина разрушения храма. И пишут, что нам удостоиться, так сказать, путями, нами постижимыми избавления и восстановления храма, нам необходимо всеми силами исправить причину, почему он был разрушен. К сожалению, иногда мы наблюдаем вокруг себя, когда только эта без причины ненависти только растет. И Хрисхайм от себя добавил, что источник этого, понятно, что все-таки он полагает, что не просто без причины ненависти была причина разрушения храма, а также злословие, которое сопровождалось этим. Я не должен объяснять людям, которые знакомы с современными компьютерными системами, социальными системами и так далее, как сегодня легко злословить, как этот бич распространен. И даже в те, кто называется религиозной людьми. Это страшнейший бич сегодня. Сегодня человек может засловить, может поносить другого, раскрывать свои секреты другого. Очень просто. И сам будет какая-то пикантная деталь, он подаст ее через какие-то сети всевозможные, если не познакомиться, включая ссылка из сотни тысяч людей. Это страшнейший бич. И нам надо знать, что нам необходимо эти грехи исправить. Исправить во всех отношениях. И без причины ненависти. И, кстати говоря, напомню еще одну вещь. Как ты говорил об этом здесь. Каждый утверждает, что его ненависть не с причиной. Никто не говорит, что у него ненависть без причины. Конечно, не причина, а ненависть – это касается многих других дел. Но у меня? Он мне сделал такое, он мне сделал такое, он мне сделал такое, сделал такое. Это в этом есть причина ненависти. И к тому же он вообще то, что плохо соблюдает, и то у него есть… То есть человек платить его сразу выдаст список причин. Как я говорил об этом, я видел в одной замечательной книге. Всевышний как бы подложил ее на стендер, эту книгу. Только не того, что я уже скажу, что эту книгу надо открыть. Был он Найман, был основатель Ишива Рысроэль. В Петахтыке из остатков мира Тора Литвы. Он объяснил, как вообще проявляется без причины ненависти. Он сказал, что без слова каждого есть. Он говорит, что у него есть причина для ненависти. Есть причина, но это очень простая. У человека, допустим, есть любимый сын. И сын этот сделал какую-то гадость. И может быть причина взрыва, и неприятия, и даже какой-то ненависти. Это быстро уйдет. Быстро уйдет. А если у человека есть просто неприятие другого человека, то каждая мелочь, которая ему не понравится, он запомнит на десятки лет, и он будет его отталкивать от себя. То есть не причина этого взрыва была причина ненависти, а то, что он называет причиной ненависти, это просто катализатор, почему появилась беспричинная ненависть. Поэтому тут, когда мы говорим о этих вещах, то надо, в первую очередь, каждый над своим собой. Каждый может заниматься без причины ненависти другого, то добавили еще без причины ненависти и засловия. И если эта вещь является причиной рушения храма, то, наверное, эта вещь тяжелая. И нам, если у нас есть напоминание, к сожалению, знаете, я вам скажу одну вещь. Я добавлю, может, я скажу, что Робар Леймштейнман, когда спрашивали о причинах всевозможных событий, он часто не отвечал. Слово, почему? Потому что столько есть причин, столько есть недостатков, что есть что-то определенное, конкретное. Однако, когда все-таки большие люди пытаются о чем-то говорить, это надо думать о каких-то вещах. Всевозможные раздоры, к сожалению, касаются также и людей богобоязненных. Безусловно, это причина того, что называется Мидас-адын, меры суда, когда нас взыскивают за это. Но я хочу отдельно особо поговорить о том, что сказал глава сифарского еврейства Торы, Рапшалом Коэн, глава «Ешива против Иосиф» по этому поводу. В наших недельных главах, которые мы сейчас читаем, «Кетису», «Ваяггель», главы занимаются, садятся мешками и так далее. В них вкопляется заповедь о субботе. И в двух местах, где он напоминается, Раша объясняет, «Куакетису» и «Ваяггель». Эти заповеди, пишет Раша, написано здесь, чтобы знали, что даже строительство переносного храма не отодвигает за преды субботы. Если мы еще вдумаемся, то в книге Шамот у нас есть четыре места, где говорится о Шаббате. Один еще до получения Торы, связан с Маном. То есть заповеди Мана были связаны именно с Шаббатом. Не все, но часть. И сказано, что вы получили заповеди Шаббата еще вместе с Маном. Ну, понятно, в десяти речениях. У нас есть два варианта. Их один здесь, в Шамот, во главе Тханан в книге «Двори». Здесь сказано, «Схорот Йома Шаббата хадшо, помни день суббой, чтобы освятить его». Там сказано, «Шморот Йома Шаббата хадшо, блюсти его, освободать его заповеди». Это, безусловно, говорит о священной важности Шаббата. Хочу с вами поделиться некоторым соображениям. Когда двадцать восемь лет тому назад была первая война Перфильского залива, которая нас касалась, то мы здесь пережили тридцать девять ракет-скат, которые распадали. И как-то все привыкли, что отделываешься почти легким испугом. Погиб один человек. Хотя эти ракеты, когда Павел Роботгана нас сносило десять домов, каждая ракета была четверть тонны взрывчатки. Не было игрушки, которая есть у Хамаса. Это тоже не игрушки, но это были русские ракеты-скаты, четверть тонны взрывчатки. И я помню реакцию тех, которые приезжали на места падения, потому что видели вокруг десятки убитых. Несколько легко раненых. Комбер случай, когда один злостный нарушитель Шаббата, у него было магазины, которые открывали Шаббат, он единственный человек, который погиб от ракет, он сидел в противогазе у себя в бомбоубежище, и там его постигла рука Всевышнего. Это единственный человек, который погиб от этих ракетов. Единственный. Как же все привыкли, наверное, тот, кто этого не видел в особенности, что, наверное, это вещь не страшная. Пока Всевышний нам показал в конце войны, что такое этот скат. Скат упал не здесь. Он упал в Сан-Русской Аравии на какую-то американскую базу. Там погибло несколько десятков человек. Там немножко увидели, какие еще и сами сделали для Всевышнего и здесь делали. Я вам скажу, мы пережили в Иерусалиме тяжелую предвыборную кампанию, и буквально было спасение города от злостного антирелигиозного претендента на пост главы города. И это было, я скажу, чудо, но это была большая помощь свыше. Вместе с самотверженной трудом и великих вторых, и просто людей, которым это было важно. Мы были спасены от этого злостного нарушителя Торы и злостного антирелигиозного главы города, который мог много-много натворить. И мы не знаем, особенно, что бы он мог натворить, но чтобы понять, что да, мог натворить, мы можем сейчас посмотреть, что происходит в городе Твери. Твери. Город Твери – это старый еврейский город. Это город, напоминается, как город, который еще был при захвате и расстроении Шуденуна. Напоминается, как Мегилу. В Твери читают в Мегилу два дня, 14-15 числа. Еще 15-го, потому что это город был во время захвата Святой Земли Шуденуном. Он был укажен стеной. Стена была его неполной. С одной стороны – это были воды Кеннер, это Твериадское озеро. Поэтому есть сомнения у нас. Она считается окруженной стеной, а не окруженной стеной. Но по времени этот город существовал еще до прихода евреев в Страну Святую Землю. И место Твери – это было и в наши времена. То есть Твери было одно из мест, когда известно, что в Твери похоронены монах и Медель из Витебска, из великих сведущих хасидизма, которые были основателем еврейского и нового заселения Святой Земли. Известно в Твери, в Твери жили, учились, похоронены через Свердочи Торы, как Илья Бехана Бензакой, его ученики, Раваси, Равами. У нас называется Твери и Ракодыш, Святой Город. И вот появляется какой-то выродок, который с самого начала прихода своей власти пытается массово нарушать шаббат в Твери. Вот последний шаббат он нанял какую-то автобусную компанию, которая в шаббат делала бесплатные подвозки. Говорят, что там не местом ездили всевозможные активисты нарушение шаббата в основном ездили. Но я вам скажу, я хочу коснуться здесь двух вещей, как на это реагировал Равшалом Коэн. Одна это была еще до последнего шаббата. К нему пришел один из Равинов в Твери с вопросом, что делать со всем этим. И у нас первая реакция была, надо молиться за этого человека. До чего он пал? Но что самое страшное, известно, что официальный глава города, он из семи Равинов прошлых. Его предки были не в это поколении предыдущих, а немножко дальше. Это была семья больших Равинов. Какой выбор сделать это за Равшалом Коэном? Как нам надо молиться за своих детей? Как нам нужно в воспитании за них молиться? Если мы видим такую вещь, что может произойти, Голенович сейчас к последнему шаббату. А Равшалом Коэн тоже слышал, видел, перевозили эти усы, а я лично этого не слышал. Сказал следующую вещь, что, я говорю своими словами, как бы шаббат взыскивает с нас осквернение ее. Казалось бы, какое отношение шаббат, осквернение ее в Тверь и к автобусу в Мадин-Элит? Какое отношение? Мадин-Элит, это, так сказать, шаббат, это очень хорошее место. Там есть замечательный рув, там вся вода, которая есть в городе, она подается без всяких проблем с шаббатом. То, что у нас, допустим, нет в Иерусалиме, например. То есть это город, который там в шаббатной высоте, в шаббатной высоте. И тут есть одна принципиальная проблема. Сказал об этом следующую вещь, то же самое, еще до этой трагедии говорил Рамон Штельбух. Мы недостаточно протестуем против нарушения шаббата. Нам это не болит, это нас не касается. Это не у нас дома. Не у нас дома. Я хочу тебе немножко объяснить. Как там известная своей ответственностью за разрешение в городе Израиля, святой земле. Партия Вода, ныне называется Маханы от Сиуны. Эта партия ответственна очень много, за последние десятки детских десятков лет, что проходило святой земле. Вот как-то, когда мы жили во Факиме, это было 30 с чем-то лет тому назад, в местном, так сказать, отделении, партийное, партийное отделение, и решили устроить пляски и песни. Это называется дискотек в шаббат. И когда об этом узнали, то, по-моему, Шигав не поехал к Храпшаху спросить, как на это реагировать. Он сказал, что не надо с ними, ну надо прийти протестовать. Здесь строить. Помню, в этот день, после вечерней молитвы в лей-шаббат, мы во главе с Арпинкурсом пошли в это самое вот место, в их партийное здание в городе Офаким. Ну, пришли туда. Там было пусто, никого не было. Свет горел. Ну, мы зашли внутрь, усели там, ну, потому что несколько десятков человек. Люди, знаете, какие-то песни могут петь субботние. И Арпинкурсом наблюдал, что некоторые люди, так сказать, радостно и весело улыбаются. Он сделал такое замечание. А если бы те люди, которые еще сюда придут нарушать шаббаты, были бы вашими детьми, вы тоже бы улыбались. Ну, тоже это было бы неважно. Есть у нас проблема, та же проблема, отсутствие нарушений единственного нашего народа, что нам, то, что нас не касается, не болит. А если не болит, то мы не протестуем. Нас не касается. И надо нам себя воспитывать. Надо... Знаете, я прошу еще вот в чем глубина этих вещей. Глубина этих вещей в том, что, в принципе, народы Израиля в особенности. То есть, являются превращениями частей души Адама. Поэтому есть внутренняя связь всего народа Израиля. Поэтому мы можем, естественно, ощущать боль другого, даже не будучи знакомым. Почему я говорю именно на народы Израиля, а не всех народов мира? Я объясню почему. Когда... Когда... После греха Адама и Хава сказано, что змей сожительствовал с Хавой, имеется в виду еще очень глубокий, это не надо понимать, это буквально, внес в нее скверну. И скверна, она воплотилась во всем ее потомстве. Народ Израиля, который стоял перед горой Синай, принеса Тору, от него эта скверна ушла. А народы мира, которые там не стояли, на горе Синай, или которые потом не делают Геору, она у них осталась. В чем проявляется эта скверна в частности? Одно из проявлений – это разрозненность. Пишет там Огро, что то, что присущно силам зла – это разрозненность. Они воюют друг с другом. Поэтому там, где есть разрозненность, там нет причин ощущения друг друга. Наоборот. И когда мы говорим о человеке Израиля, без причины ненависти, без ословия, храб был разрушен и изрушен, означает, что к нашей большой проблеме и к нам вернулась немножко эта скверна. И в нас вошла заново эта скверна, которая отдаляет нас от Всевышнего и друг от друга. Однако это несомнимо с тем, что осталось у народов мира. Поэтому, когда мы говорим сейчас ощущать боль другого, чтобы нам болело то, что другой не соблюдает шаббат. Конечно, нам должно болеть, что мы сами не нарушаем какие-то вещи невиномеренно. Но если это не болит, то как нам может болеть то, что делают другие? Ну, допустим, даже если мы у себя дома соблюдаем шаббат, как Пала Хея, сто процентов. Сто процентов. Но это еще не означает, что мы будем, что называется, качественно, качественно, с душой болеть за нарушение шаббата кем-то другим. И с нас это взыскивается. Я объясню. Есть тут одна принципиальная вещь. Шаббат называет, в Хавицхайме есть глубокая притча. что такое шаббат для евреев. Говорит, так, есть, допустим, магазин. Магазин, допустим, продовольственный магазин. Я написан по-русски гастроном. Гастроном. Ну, вот магазин какое-то время закрыт, вывеска не меняется. Это означает, что, может, хозяин, может быть, ушел, уехал в отпуск, какие-то другие дела. Он временно заморозил магазин. Он его не отменил. Но если приходит хозяин, и снимает вывеску, то магазин закрыт. Нет магазина. Говорит, шаббат, освободение с субботой – это вывеска еврея. Когда есть еще какое-то освободение шаббата, даже не полное, хотя бы публично шаббат как-то соблюдается, еще есть вывеска, что мы евреи. Если, не дай Бог, этого нет. Я бы сказал в двух словах, это вещь глубокая, сейчас не эта тема, не время это обсуждать, что есть особая претензия за публичное нарушение шаббата. То есть человек, который публично шаббат соблюдает, но дома втихаря нарушает шаббат, он еще пока что… И закон о нем – это не как у него еврея. Его шхита – это шхита. А если он нарушает шаббат публично, то его шхита – это как шхита не еврея. Поэтому наши мучителя всегда, то есть с большой тяжестью, в первую очередь, с публичным нарушением шаббата, особенно когда он исходит от государственных и прочих властей. Если правление государства, мы называем себя еврейским государством, оно публично нарушает шаббат, это гораздо хуже, чем человек частный, просто идет в машину и идет в шаббат. Никто не уговорится публично. И это то, что нам нужно болеть, а просто что с ним делать? Значит, не буду говорить сейчас о демонстрациях, в самой Твери, на это реагируют очень правильно и хорошо. В этот шаббат в Твери собрались 800 еврехим для усиленной учебы в синагогах в Твери. Но это касается всех нас, это необходимость усилить в нас самих, у нас, в наших семей, соблюдение шаббата. И это по большому счету, эта вещь объединяется вместе с тем, что говорил Абхайм Каневский, нам необходимо найти время изучения Аллахот-Шаббат, серьезное, глубокое, а также изучение Аллахот-Шаббат в наших семьях. Есть замечательная книга Китсулу Ход-Шаббат Равапозана, я впервые на русский язык, и то, что мы когда-то издали, автор книги Абхайдам Зихову от Мойши и другие, необходимо, чтобы в каждой семье, в каждый шаббат изучали Аллахот-Шаббат. Это то, что мы можем сделать, то, что касается нас, а то, что касается ощущать другого, что нам болело за другого еврея, тут нам надо исполнить то, что говорит Аллахот-Шаббат. Если мы прекратим плохо думать, засловить о других евреях, я напомню то, что сегодня говорили, что Рапшалом Коэн, он сказал, надо молиться за главой этого города Твери. У нас все их проблемы, причина молиться, что Всевышний простил им, и наставил на путь истинный, то, если мы как-то сделаем какие-то выводы, каждый для себя, не о том, что должен исправить тот и другой, а о том, что вы должны исправить, то это будет какое-то проверение того, что может голос Всевышнего, который мы сейчас услышали, хотим этого, не хотим, с этой трагедией в автобусе, что он не прошел, наверное, бесследно. Гуд шобус! Редактор субтитров х隆 Guillom Корректор субтитров А.Егорова Корректор субтитров А.Егорова Корректор А.Кул Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...